приветствую вас эта программа психологическая азбука и я ее ведущая ульяна мукаэлова сегодня у нас очень интересная тема звучит она так оригинальность путь к процветанию и обсуждать мы ее будем семейным психологом и лайф коучем русланом магомедовым руслан здравствуйте расскажите пожалуйста какую-нибудь историю которая вас очень вдохновила говоря оригинальности как раз вчера я читал интересную биографию об андрея бачели человек который родился с глаукомой и с годами его болезнь прогрессировала но этот человек несмотря на свою болезнь на тяжести пути через который он проходил стал одним из самых ведущих оперных певцов шесть лет он увлекался футболом также в 12 лет когда он играл на школе между командами он стал вместо вратаре и другой парень ударив мяч прямо попал ему в глаза после этого он полностью потерял зрение но с раннего детства ему было всегда интересно петь он увлекался этим но он никогда не думал что он когда-то станет певцом и он каждый день практиковал только пение потому что другого у него ничего не получалось как-то раз в 15 лет дядя ему посоветовал посетить концерт и услышав этот концерт мурашки по телу пробежались у бачели он для себя решил что в один прекрасный день обязательно выступит в таком же концерте на сегодняшний день бачели собирает тысячные концерты и он в оперном индустрии считается одним из лучших профессионалов своего дела знаете ульяна допустим когда человек идет к своей цели очень важно понимать свою оригинальность то к чему он идей придерживается то к чему он идет и я думаю андрей бачели до конца довел свой путь и достиг большой высоты в этой сфере а что заставило его полностью посвятить себя музыки во первых это путь через который он сам прошел в процессе нашего пути у нас формируется четкое понимание чем мы хотим заниматься и во вторых конечно это его три качества влияют на нашу жизнь эти наши убеждения он был абсолютно нашего убеждения они формируются в процессе нашей жизни и когда он уже осознавал то к чему он идет ради чего он идет постепенно он уже с каждым разом набирал обороты и стал выдающимся личностью нашего времени если остановиться на наших убеждениях какую они роль играют в нашей жизни говоря об убеждениях мы должны понимать что есть очень простая формула наше убеждение формирует наши мысли наши формирует наши действия и наши действия всегда приводят какому-то результату либо к негативному либо к позитивному и мы должны четко понимать какие убеждения коренятся в нашей жизни убеждения влияют на нашу семью на нашу работу на то к чему мы стремимся и практически вся наша жизнь состоит из наших убеждений не бывает два одинаковых человека с единым убеждением конечно бывает комьюнити группы людей но у каждого есть свое представление о себе то что он представляет то к чему он идет и я думаю если мы стремимся и работаем над своими правильными установками жизни жизнь кардинально изменится а как формируется эти убеждения о себе формируется вот есть такое понятие как эффект пигмалиона это очень интересный эффект вот когда от нас ожидают чего-то вот допустим с раннего детства если к ребенку относится постоянно его хвалят поддерживает и он развивается то процессе ребенок вырастает он уверен в себе он знает чего он хочет и тогда он достигает больших высот в жизни но если ребенка перехваливают говорят но лезть до больше листят чем говорят правду то уже там идет раздутое эго нарциссический тип вырастает и у него неправильное представление о себе он начинает о себе думать немножко не в реальных не в реальном контексте и этот негативно влияет или допустим когда обесценивают в соединенных штатах был проведен такой эксперимент как раз про эффект пигмалиона я хочу рассказать пригласили одну учительницу среднюю учительницу и собрали средний класс который учится скажем так на тройке учительницы сказали она не знала об этих детях что это самый лучший класс класс одаренных детей детям сказали что в соединенных штатах нашли самую лучшую учительницу которые в течение полугода полностью изменит их представление обучение что поднимет уровень ни те ни другие не знали друг о друге и что произошло через полгода эта группа детей вышла на уровень лучших одаренных детей понимаете учительница так как верила была убеждена в том что эти одаренные дети она работала с ними как с одаренными и то же самое в нашей личной жизни когда мы работаем наше представление о нашем ребенке сотрудниках обо всем формирует наше убеждение об этом человеке а как могут влиять на личность человека ожидания близких людей плохо или хорошо сначала скажем смотря допустим какие будут ожидания если мы от ребенка требуем чтобы он стал ученым еще с раннего детства и ему зачем это потому что все дети разные основную ошибку которые допускают многие родители они хотят чтобы дети были похожими на них но бог на каждого создает настолько уникальным с уникальным набором что он неповторим он не похож ни на кого и наша задача понять кто у нас растет что ему нравится считаться именно с ним и и очень опасно когда родитель хотел стать врачом не стал а потом уже отыгрывается на ребенке такого нельзя категорически делать мы должны изучать своего ребенка прислушиваться к его желаниям и тогда у ребенка формируется правильное представление ожиданий от себя и от общества и это уже приводит к хорошим результатам в процессе своей жизнедеятельности а как вообще формируется индивидуальность опять мы здесь вернемся к нашим представлениям о себе у каждого человека в голове есть то кто он есть и часто ребенок же он не осознает кто ему родители внушают кто он есть потом в садике ему внушает кто он есть потом в школе потом в университете потом в кругу в котором он живет и здесь вот у у каждого человека свое представление кто я каждый человек наверное думает я себя хорошо знаю но на самом деле ульяна мы наверное знаем о себе только один процент 99 процентов мы ничего не знаем о себе попадая разные условия жизни мы можем очень быстро приспосабливаться изменяться и даже в нас пробудить с какой-то вот творческое начало в какой-то сфере поэтому путь нашей жизни скорее всего можно назвать путь познания себя а что делать чтобы был не один процент а хотя бы 10 процентов прослеживать во первых свои ожидания вот свои внутренние потребности свои вот представление о себе просто знаете ульяна мы мало задумываемся над тем что мы из себя представляем мы быстро хотим даже элементарно когда девушка приходит покупать что-то она обязательно спросит а подходит ли мне это она не понимаете не осознает то что ей нравится и всегда будет к лицу и и нам нужно формировать самого начала правильное понимание себя своих желаний и мало обращать внимание на других людей к сожалению человек приходит такой осознанности 60 годам когда он осознает и понимает что другим людям абсолютно наплевать на его мнение на его видение и мало обращают на него внимание потому что у каждого человека свои проблемы в голове и он живет в своей жизни но когда 9 девушка выходит допустим на улицу она все время думает что он обо мне подумает и знаете эти мысли реально заставляет человека страдать и жизнь становится настолько сложной и и тяжелой потому что постоянно человек думает что обо мне думают другие и угодить всему миру человек жертвует собой это очень страшно это портит его качество жизни качество жизни потом и люди тоже когда видит что у человека нету своего я идентичности тогда уже и могут и пользоваться и не ценить такого человека но это очень хорошее хороший совет конкретно даже для дагестанцев которым очень важно что люди скажут да да но это во всем мире практически поэтому мы так часто видим в социальных сетях совет от 80-летней бабушки делайте так там больше путешествовать и про деньги про любой конечно когда мы начинаем изучать себя узнавать свои желания когда мы живем жизнью которые написали по своему сценарию наша жизнь начинает кардинально меняться она она приобретает некий другой окрас но когда мы живем по чужому сценарию мы видим что мы страдаем нам плохо и мы не хотим этого нас заставляют да там ожидание там культуры или там родителей или еще какой-то общины да человек теряет себя а что может привести человека к такому сильнейшему страданию когда рушатся все надежды это очень страшная картина и часто даже люди могут настолько сломаться что не видят дальнейшего смысла продолжить жить и это очень страшно но здесь мы должны понимать что в нашей жизни в некоторых этапах жизни эти кризисы будут происходить когда рушатся все наши мечты все наши надежды и здесь конечно нам нужно думать как мы как нам следует продолжить путь потому что вот даже возвращаясь к Андрею Бачелли он тоже мечтал стать футболистом он очень много играл в футбол кстати но когда он потерял зрение он не сломался он не горевал он сказал что я сейчас могу сделать к чему я должен прийти и ему стоило просто услышать там в 15 лет этот концерт и как он принял решение что он станет музыкантом знаете Ульяна человек не рождается уже с набором всех качеств которые ему нужны суперуверенностью оно приобретается в процессе пути и поэтому если что-то не получилось нужно попробовать что-то другое самое страшное когда человек допустим живет чужой жизнью вот допустим сосед стал хоккеистом я тоже хочу стать хоккеистом лучше чем он это неправильное представление даже если я стану там лучшим игроком НХЛ я не стану счастливым человеком потому что это не моя мечта это мечта моего соседа и здесь мы можем вернуться к социальным сетям когда мы видим мы смотрим эти картинки и мы говорим я тоже хочу так а чтобы к этому прийти человек шел к своей мечте вот не все могут быть там хоккеистами или стоматологами или еще кем-то каждый человек должен выбрать свой путь и когда люди начинают чем-то заниматься знаете многие люди идут на работу чтобы зарабатывать это уже проигрышный вариант почему потому что когда человек с целью заработать идет но не отдавать этому миру тогда постепенно он начнет выгорать но когда человек говорит я сделаю все что возможно что я могу дать этому миру потом и люди начинают обратку давать еще больше и финансовые денег любой абсолютно сфере неважно многие думают обязательно надо стать врачом чтобы стать богатым я думаю даже работая мусорщиком можно стать миллионером руслан даже я лично очень много говорю о том что вот не верьте этим картинкам в инстаграме это все ложь или же есть красивая картинка но какой за ней стоит путь никто не знает и но может ли такая красивая картинка по-настоящему быть мотивации для меня ну конечно каждый из нас стремится к комфорту каждый человек хочет один прекрасный день ничего не делать просто лежать на кровати и зарабатывать деньги такое может быть да может быть может там повезти человеку что-то произойти в жизни такое там выиграть лотерейный билет но когда человек находится в зоне комфорта и он зарабатывает деньги он деградирует постепенно и когда человек находится в прогрессе он уже находится на уровне счастья потому что в какой-то момент это все может надоесть знаете даже есть такой такая интересная история как-то раз горит человек попал в рай и ему сказали тебе ничего не надо делать живи как хотите и он горд выдержал всего лишь там но не в рай а реально эта история эксперимент был проведен когда людям ничего не нужно было делать а жить в острове все удовольствие все то что нужно ему давали человек горд выдержал всего лишь 6 месяцев мы не можем жить без труда и простой вопрос который человек себе должен задать допустим если у меня есть 10 миллионов долларов или 100 миллионов долларов чем бы я занимался потому что там вопрос денег вообще не встает и человек занимается то чем он может полностью себя посвятить потому что не трудиться мы не можем даже тот человек который лежит на диване и смотрит телевизор даже он в какой-то степени прилагает усилия потому что он анализирует телевидение но все равно человек чем-то занимается в своей жизни вернемся к теме страданий есть такое мнение что наркоман может выздороветь только в том случае если он окажется на дне к примеру 1-2 месяца употребляющий наркотики никогда не скажет ой кажется я потел на наркотики дай-ка я прекращу а тот человек который уже все был на самом днище он понимает что все либо смерть либо я должен уже выйти из этой ямы как вы думаете какой процент людей которые вон побывали на самом дне которые вот страдают очень очень сильно в глубокой депрессии у какого процента есть шанс на самом деле взлететь и как птица феникс возродить тот человек который когда-то но не потерял веру в себя на каком бы дне он не оказался он рано или поздно он восстанет насчет тех людей которые допустим зависимы от чего-то и так далее проводили очень простой эксперимент над мышками их посадили в такое место и подкармливали их наркотическим жидкостью они подсаживались на это так как ничего интересного вокруг них не было они даже могли стать зависимыми и умирать от этой жидкости но когда они их поместили в другое место где и вкусная еда и разновидность цветов и сад самый красивый сад где они могли многое интересного найти там им уже не было интересно вот эта жидкость с наркотиками и они переходили на обычную воду поэтому когда приобретает некий смысл нашей жизни когда мы чем-то занимаемся увлеченно у нас не остается интереса ни к каким-то зависимостям мы не убегаем из реальности потому что реальность очень интересно и очень насыщенно но когда реальность скучно неинтересно там постоянные ссоры в семье и так далее человек убегает от реальности и уходит а чтобы достичь счастья нужно ли обязательно переделывать себя к сожалению это то чем занимаются многие люди они хотят полностью себя переделать под другого человека но даст ли им это счастье как часто бывает такое когда допустим девушка даже кардинально свое лицо хочет изменить как голливудская актриса хотя каждый человек он но нет такого понятия самая красивая женщина я объясню почему потому что каждая женщина это искусство созданная богом а бог не ошибается своем искусстве и знаете у всех мужчин свои взгляды свое понимание и знаете все равно мужчина найдет для себя самую красивую у каждого адам есть своя ева поэтому не стоит менять себя единственное чем стоит нам работать это понять себя осознать свою ценность и улучшать те способности которые у нас есть и тогда мы обретаем и в работе счастье обретаем полное и гармонию в отношениях с супругом обретаем вообще красота женщины раскрывается не только во внешности но и в ее харизме как она себя подает когда мужчина чувствует от нее прямо идет мощная энергия женственность умение там любить себя и так далее то тогда любой мужчина может влюбиться в нее но когда он чувствует что девушка себя не принимает не ценит не любит то тогда да она может внешне быть фасад очень картинкой пустота но внутри душе практически а как надолго хватает мужчин которые женятся или начинают встречаться вступают в отношения с очень красивыми но пустыми женщин по уровне практики конечно очень мало хватает потому что когда ко мне приходят на консультацию очень часто видно люди пытаются всегда подражать кому-то но лучше бы чем это время потратить на себя на познание себя начать себя понимать ведь научиться видеть свою красоту и тогда шаг за шагом их жизнь кардинально начнет меняться каждый человек вот понимаете ульяна пустых людей не бывает каждый человек он уникален просто один человек полюбил себя таким какой он есть и это называется благодарность богу а второй человек ненавидит тебя и это называется неблагодарность и над этим надо работать полюбить себя принять себя и тогда уже жизнь начнет налаживаться спасибо большое руслан на самом деле было очень интересно спасибо огромное за приглашение с вами дорогие друзья мы встретимся ровно через одну неделю и и